За 5 месяцев полностью все планы по доходной части и расходной выполнены. Бюджет поступило 666 миллионов рублей. Это почти 45% от годового плана. За 5 месяцев это как раз 50%. В сопоставимых показателях за этот период, за 5 месяцев на 8,5 миллионов рублей поступило к нам доходов больше. Соответственно, они все распределены в бюджете. Основные расходы бюджета, это понятно. Из этой суммы это заработная плата, это налоги на заработную плату, это коммунальные платежи, все обязательные расходы, питание в школах, в детских садах. Все обязательные в медицине, все обязательные наши расходы для выполнения наших полномочий. Впервые мы за 2,5 года работаем в новом формате, распределили дополнительные доходы. Бюджет поступило на 12,5 миллионов рублей больше, чем мы планировали по разным статьям. И, соответственно, в основном это доходы от продажи права на аренду земли, от застройки жилья, многоквартирных домов и такие мелкие прочие доходы. Наши медики могут успокоиться и понимать, что заработная плата у них будет, эти деньги пошли на заработную плату. 1,8 миллиона рублей на приплетение и монтаж оборудования, водоподготовки и очистки для бассейна детского сада номер 3. Это наше обещание. Если кто был на открытии бассейна из вас, вы помните, я пообещал, что это будет сделано. И, надеюсь, теперь к 1 сентября мы еще раз с вами посетим детский сад номер 3 и увидим уже не такого цвета, не такого качества вода, который мы с вами наблюдали, когда запускали бассейн после капитального ремонта. Сейчас по аэроплугу «Взлет» хочу сказать, что мы ведем большую работу по тому, чтобы оформить землю под аэродромом. Вопрос с бородой, но тем не менее его надо решать и задача КУМИ района заключается в том, чтобы в ближайшее время дать всю цепочку, как мы это все сделаем. Ну и переходя к нашим проблемным вопросам, наверное, это автодороги, мы в надежде, что вот-вот что-то у нас поменяется. Ну, к счастью, в автономное регулярное автобусное движение по автомобильной дороге Котлы, Семейская, Урмежна и подъезд к станции Котлы. Кингисепска ДРСУ сделали дефектные ведомости, обратились в дорожный комитет и я думаю, что в ближайшее время там они также ситуацию отрегулируют, дорога будет ремонтироваться. На региональных дорогах, всех региональных дорогах прошла ревизия, мы с Васягином Валерьевым разговаривали, то есть ко всем подрядчикам, которые выполняли работы и есть гарантийные сроки, соответственно направлены письма с просьбой, чтобы они все это восстановили, сделали. Ну, я вижу, что их работа уже идет, на некоторых участках уже восстанавливают, именно на гарантийных участках. Поэтому эту работу мы мониторим, хоть это не мы деньги расходовали, но это наша территория и мы хотели бы иметь у себя достаточно количества качественных дорог. Ну, история про деревню Клена. С непогодой у нас уплыл часть моста, забилось русло реки. Сегодня силами граждан там временная переправа восстановлена. Вот, только что, буквально час назад я разговаривал с Кингисевским ДРСУ, мы отработали совместные мероприятия и завтра уже оплачивается 1 миллион рублей на приобретение конструкции для нового моста. Это трубы большого диаметра, они будут уложены в ближайшие, там, может быть, на две недели, потому что таких труб в наличии нет, и их откуда-то повезут с другого региона к нам. Общая стоимость по смете приближается к 7 миллионам рублей. Соответственно, эти деньги мы будем обращаться в правительство Ленинградской области, чтобы они выделили для Кингисевского ДРСУ с целью восстановления, да не восстановления, а строительства, это настоящее строительство нового моста в деревню Клена. Мы знаем, что там у нас проживает достаточно наших граждан и дачников, поэтому очень внимательно будем отслеживать, чтобы это обязательно произошло в ближайшее время. Само ДРСУ оплачивает со своего расчетного счета, мы договорились с Восякиным, они идут к нам на встречу, нашим жителям, и за свой счет сейчас будут строить этот мост. А мы обращаемся в правительство Ленинградской области с возможностью помочь нам профинансировать вот этот объект. Вы знаете, что этого объекта в природе нет, этого моста нет на балансе ни у ДРСУ, ни у Кустомержи, ни у района, поэтому вот его надо сделать, соответственно, потом выполнить последующие проектные работы, поставить его на учет и закрепить его уже то ли за поселением, то ли за нами, за районом. Соответственно, чтобы потом можно было бы ухаживать за ним, вовремя что-то делать, чтобы не было больше таких аварий. Мы уже не раз говорили про плотину в Ивановском, но хочу еще раз подтвердить, что всем миром мы сейчас набросимся, и я недавно провел совещание по поводу этой плотины, для того, чтобы в складчину между Кингисевским лесхозом, ООО «Леспромхозом», ООО «Агробалт», Принзавод «Агробалт», мы, администрация, мы привлечем еще каких-то предпринимателей, спонсоров, наверное, чтобы восстановить эту плотину. Когда она начала рушиться, у нас была предварительная смета на 160 тысяч рублей, но мы не смогли тогда воедино собрать всех заинтересующих, чтобы эту плотину восстановить, она еще больше разрушилась, по сегодняшним оценкам нужно где-то 250-300 тысяч рублей, ну и мы написали письмо, для того, чтобы после восстановления этой плотины территориальное управление Росимуществом, у кого, кто собственник этой плотины, напомню, она была построена в 1906 году, вот и с тех пор она имеет собственника, но собственник не проводит никаких мероприятий, процедур для того, чтобы кому-то передать в управление эту плотину, поэтому мы обратились с просьбой, чтобы эта плотина после восстановления нашего совместного восстановления была передана в услужки производственной экспериментальной лососевы завод, они тоже присутствовали на совещании и общая договоренность у нас такая есть, сейчас каждая сторона покупает то ли материалы, то ли деньгами будут входить в этот проект, но, в общем-то, контролирует его полностью представитель комитета экономики и инвестиций Федоров Игорь Николаевич, вот на нем лежит сейчас ответственность нас всех соединить воедино, чтобы этот проект состоялся. Что касается наших работ, строительных работ, которые ведутся на социальных объектах, я хотел бы тоже их перечислить, достаточно большие работы ведутся у нас и в сфере здравоохранения, это ФАП Пустомерши будут у нас ремонтные работы, ФАП Алексеевская горка будут ремонтные работы, все это на третий квартал, ну, в принципе, вся документация финансовая готова к этому, женская консультация, тоже третий квартал завершения, инфекционное отделение, третий квартал мы планируем завершение ремонтных работ, хирургическое отделение на конец года, ремонт здания взрослой поликлиники Ивангорода, так что там тоже уже много что сделано. В сфере образования мы находимся, напоминаю вам, на стадии разработки проекта нового детского сада в услуги, ведем сейчас сбор исходных данных, получили уже полностью поддержку, одобрение на проектирование новой школы в деревне Пустомержа, и у нас идет экспертиза смертной документации по Ивангородским спортивным объектам, поэтому тоже в надежде, что скоро приступим и в этих объектах, там крайне необходимые ремонты, я выезжал, смотрел эти объекты, ужасающие, поэтому будем все усилия направлять, чтобы это сделать в этом году. В рамках социального партнерства по нашим договорам, напоминаю, тоже мы намерены окончить работы в средней школе номер один, ремонт группы в 13-м саду, ремонт группы во 2-м саду, ну это все, и многое-многое другое, что у нас отражено в социальных наших партнерских соглашениях, поэтому будем это обязательно делать, и плюс хочу сказать, что буквально, наверное, в ближайшие 3 недели мы провели большую работу, будем подписывать новые соглашения с новыми нашими партнерами, новыми старыми, скажем так, да, с разными. Будем подписывать соглашения о социально-экономическом партнерстве, и, конечно, в них мы найдем отражение тех обещаний, которые я и мои коллеги давали и еще не выполнили. Это в том числе большой приоритет будет уделен Афалереевскому, Аполевскому, Пустомерскому сельским поселениям, как объектам нашим социальным детским садам-школам, так и объектам ЖКХ этих поселений, потому что в этих трех поселениях как раз ураганом были сорваны крыши. Вы помните, мы обращались к губернатору, к прошлому губернатору, но поддержки не нашли, поэтому я вот жду подписания новых соглашений, чтобы сразу помочь вот этим трех поселениям. Напомню, что буквально, наверное, через недели-три-три пройдет аукцион, комитет по строительству проведет в Егерской области на проектирование бассейна в городе Гатчино. Как только этот бассейн будет запроектирован, пройдет государственную экспертизу, мы его сразу применяем как повторное применение и привязываем на своей уже площадке. Вот, все идет своим чередом, просто напоминаю, чтобы никто не забыл, ничто не забыто.